Я решила начать свое стихотворение с религиозной тематики Христос Воскресе. Понятно, что у нас не только день воскресения, Христос Воскресе, но и каждый воскресный день. Конечно, тут посвящено тому празднику, потому что весеннее стихотворение и это не стихотворение, а не тематическое, несколько сезонное. Весна идет, весне дороги, и все под глаз на Слову Бога. Христос Воскресе говорим, и Бога мы благодарим за вознуждение природы, за жизнь, за жизнь этой тупи, за то, что есть возможность снова плохое нам перечеркнуть. И в продолжение следующей стихотворения тоже религиозной тематики. Нас ждет в объятии храм. Оно несколько такое, не скажем, совсем душевное, это больше не духовное, а душевное, потому что тяжело, конечно, жить в современном мире, и хочется что-то сразу изменить куда-то вот в хорошее, от всего откреститься. И вот такое стихотворение. «Уехать, улететь в те теплые края, где не настигнет смерть, где теплая земля, и где морская твердь, сестрица небеса, и где смогу, поверь, я сделаю выбор сам, и думать лишь о том, какие небеса, где будет хлеб и кров, хамон и колбаса, где можно всех любить, различий не чинят, и людям помогать, сердечно их любят, где места нет в рожде, жаль, это все лишь сон. Друг понимаю я и издаю свой стон, нет счастья на земле, и только в небесах, там, где бессилен бес, нас ждет объятие храма». Дальше я хотела бы, я не знаю, насколько долго занимать время, но потом как раз пример о том, что при стихотворении... И спешить некуда, время у нас есть. Можно, да? Ну вот, например, тогда давайте уж как они у меня подряд идут, как я их подготовила. То есть вот всегда говорила, что талантливые стихи талантливого автора можно читать с конца на начало. То есть вот берете стихотворение, читаете, и можно перечитать. И будет другое стихотворение. Ну, понятно, не совсем уж таки прям совсем, надо все-таки кое-что поменять. И вот такое стихотворение для примера я вам показываю. Вот автор Сергей Кучча сочинил стихотворение «Мы оба». Мы оба стали одиноки, мы оба стали далеки от чувств, что были глубоки. Мы оба по ночам страдаем, мы оба думая, гадаем о том, чего не понимая. Мы оба разочаровались, мы оба горе нахлебались, Но так самим себе и не признались, что зря и неоправданно старались. И оба в бездне оказались, мы оба самонаказались. А теперь вот мое, которое прочитано снизу вверх. «И мы любили», написала я. «И мы любили, мы старались, но оба самонаказались. Знаете, разными мы оказались, но разлюбили, не признались. Мы оба горе нахлебались, мы оба разочаровались о том, чего не понимаем. Мы оба думаем, гадаем, мы оба по ночам страдаем от чувств, что были глубоки. Мы оба стали далеки, мы оба стали одиноки». Вот такое стихотворение получилось на основном этапе. Далее стихотворение. Пишу я стихотворение «Стихи Ру». Там бывает в определенных группах задание было. То есть иной раз... Ну, вот нужна тема, да, или дать самому себе тему. Какие-то слова скомпоновать, подобрать рифму. А бывает так, что вот задание такое, что описать картину стихотворения. Была картина. Сейчас я, к сожалению, не записала, как она называется, какого автора. Там Прованс. И вот стихотворение «Аромат Прованса». Весны прекрасное цветение и аромат прованских трав природы передаст творение художников типу Чинра. Пусть не дано им передать тот аромат, что на картине, но вторят наши глаза лири. И запах можно воссоздать, может воссоздать ваятель тот, кому подвластны все чувства верного мозга. Его картины так прекрасны и сохранятся на века. И в каждом новом поколении они зажгут угарший свет. Прекрасные руки творения. Живой природы силуэт. Спасибо большое. Дальше, опять-таки, у меня тоже про травы. Небольшое стихотворение «Пряная трава». Без особенных причин мы с тобой умолчим. Нам бездушные слова шепчет... Беззвучные, извините, бездушные совсем, вот тут, а не к месту. Беззвучные слова шепчет пряная трава. Обступив со всех сторон, навевает сладкий сон. Чувства, словно рядом мать нас укладывает спать. Толще пережитых лет оставляет чуткий след. И с огромной высоты окунает вновь мечты. Необычный силуэт нам подарит лунный свет. Без особенных причин мы с тобой умолчим. Ну, вот да, спасибо большое. Это можно нам считать как мантру и засыпать, наверное, под эти стихотворения. А вот теперь пришла я к осени. То была весна, погода, природа, а вот сейчас у нас осень. И вот это стихотворение я, вот, к сожалению, ну и не стала записывать уже автора. Но тому автору, я помню, переделка этого стихотворения, его, очень понравилась. Красивое, мне очень нравится, красивое получилось стихотворение. Ну вот сейчас вы слышите, сами оцените. Без меры нарядная осень спешила. Смотрела в окно она, плача дождем. К себе внезвала, но и в дом не входила. Ведь знала она, что останется в нем, согрета камином и ласковым светом. Она разомлеет и станет весной. Но нет, не могла поступиться в расцветом. Ведь рыжий пленяет своей красотой. Но слишком зазналась и в них постарела. Исчез золотистый цветастый наряд. Что было нарядным, потом почернела. Такой у природы сезонный обряд. Попросишь потом осень и злата. Она уж монашка, черная, искупа. И на нацельной одежде заплата. Одежда в снегу, а снег как крупа. Замерзла она, заморозила реки. И ждет, не дождется прихода зимы. А в следующий год снова в злато одета. Не будет конца, куда вы кутерьмо. Вот то есть я писала, что это просто как женщина, которая сперва такая нарядная, вся в золоте. А потом старость, бедность и вообще как бы итог. Ну, сезон, круговорот природы. Старость это не обязательно бедность. Ну да, бывает. Наверное, просто у меня такие ассоциации печальные. Потому что они еще молодые. Следующее стихотворение тоже про осень. Поздняя осень. Поздняя осень пришла к нам сейчас. В день си и время, назначенный час. Больше не слышно криков детей. Ветер и дождь, колыхание ветвей. И опустили скамейки подъездов. Вечер проводят внуки у дедов. Солнце не греет, выходит нечасто. Значит, до снега быть мне несчастным. Ну, а зимой морозящий туман окутает землю словно дурман. Немножечко осталось еще. Давайте дочитаем уже все до конца то, что подготовила. Запах прелых листьев. Опять-таки про осень. Запах прелых листьев. Холодные ручьи, бездомные собаки и кошки уж ничьи. И растворится небо в объятиях тумана. Недолго и до снега земля вся мокрая стала. А рассвет уж догорает листвую шелестя. И в лужах утопает в начале ноября. Знать, осень загостилась. Не хочет зиму звать. И белыми лотками аллеи укрывать. А вот теперь, спасибо большое, настала зима. Настала зима. А как понять, что настало? А это когда все вокруг засверкало. Когда глаза слепит сверкающий снег. Тогда такой день, он счастливый для всех. Пусть солнца немного и короткие дни Сверкают в ночи новогодние ахни. И весь в ожидании торжественном лесу. Какая из елок увидит чудес? Все ели белые шубы с ног до небес. Она же одна, разодета, царица. И сказочной птицей вокруг нее мчится на санне. Глядите, сам Дед Мороз. И сказочный посох к руке уж примерз. Но он нам не страшен. Мы с ним заодно. Он нам наморозит в огонь. На этом Дед Пустого Деда Хворения показывает.